Всем привет! Меня зовут Дима. За моей спиной необычное приобретение Toyota Corolla с мотором 1.8 гибрид. Ну, собственно, такая же как Prius, но только Corolla. И сейчас посмотрим, что она из себя представляет и в чем разница от Prius Prime. К примеру, ну потому что он стоит рядышком здесь. Также он стоит слишком близко к машине, и я попросил сейчас погрузчик приедет, подвинет машину. А то иначе не прийти к ней, не подъехать. И мы ее нормально осмотрим. Corolla 2021 года, которая будет отправляться в Россию через порт Владивосток. Автомобиль будет продаваться, если вы хотите купить. Абсолютно целый. Необходимо только произвести ремонтные работы после попадания воды в салон автомобиля. Вот подвинули Corolla. Теперь ничего не мешает приступить к обзору, к осмотру. Пленка на аукционе, по всей видимости, была, но ненадолго ее хватило. Ой, печенюшки какие-то. Что это вообще такое? Надо бы понять, как еще здесь все это откинуть, чтобы добраться до багажника. Но машина приехала с Флориды. Она, в принципе, просохла, но пол мокрый. Сейчас мы поднимем сиденье и посмотрим, что там в итоге с проводкой. И как обстоит дела с Corolla в целом. Автомобиль пришел с двумя ключами. И он еще синенький. К тому же таких ключиков вы особо не найдете в России. Поэтому то, что их два, вообще очень круто. Машина новая, почти без пробега. Руль дермантиновый. Такой монитор приятный. Ну, кстати, новая машина, в принципе, но она куда-то заехала. В болото какое-то. Видите, грязюхка какая. Автомобиль в Америке 21-го года. В Россию приедет 20-й. Претензий по машине, по кузову никаких нет совершенно. Надо разобраться только, что в целом с ней приключилось. Здесь такая грязь. Мы видим, что это пресный утопленник. Потому что прям грязь, вот реальная грязь. Как будто заехали в какое-то болото, что ли. Сиденья сухие, но на них тоже была попала грязь. Коврик мокрый. Сиденья. Химчистку надо делать. Грязные. Но плесени нет. Оно, видимо, быстро высохло. Сам салон быстро высох. И сзади выглядит таким вот образом. Гибрид выграно гораздо дешевле, нежели чем этот Prius. Но Prius не топляк, а просто целая машина. В Prius у нас здесь сзади. Надо бы проветрить, такая духотень внутри. Жара. Ну там просто тоже влага была Поэтому Prius я тоже открою Пускай немного подышит С дня на день эту малышку увезут уже Да, пускай Пускай подышит немножко У него было просто открыто окошко И немного полик намок И из-за этого вот эти испарения Они внутри машины летают Немного влажно внутри Так что Такие вот дела Сзади я все собрал Все, все огонь Это папа грей Для ребенка наверное был Смартгир Пускай просушивается Тоже немножко пока я здесь С коровой разбираюсь Ну машина новая, резина новая Все новое, сейчас просушим Колпаки так же как на Prius Кстати Но только немного другого дизайна Эти глянцевые, хотя эти наверное если отмыть Тоже будут такие же глянцевые Да, смотрите они прямо сделали Corolla Один в один как Prius Но Prius Даже не знаю где круче смотрится В Prius поинтереснее Потому что там вдалеке Это панелька А здесь ну как в обычной машине Прямо здесь На машине есть питание Надо его только подключить И все будет огонь Предохранители сухие В моторе Масло Но оно новое Видно что В уровне Уровень масла нормальный Да епросто Фильтр Сухой Сейчас проверим питание Сиденье просохло Пол мокрый Питание было Питание больше нет Багажник наверное тоже Нет багажник открылся Багажник открылся В фарах вода Что спереди Что сзади А нет не открывается Короче тут надо сначала Просушить его Чтобы Делать на него какой-то обзор Или снимать ролик Потому что он Грязный А вот кнопочку нажимаешь И сиденье опускается Тут Музыка стояла Крутая По всей видимости Только установили Вот открыли багажник И видим что Королла Гибрид стоит Новое 24 355 При том что Комплектация Далеко не максимальная Простенькая Но этого клиента Дал за нее 28 733 тысячи Потому что Какой-то еще Стандарт эквипент На него установлен Получается 24 355 Плюс Дием Какой-то Непонятно что такое А на 1377 Еще Нитро Азот Короче В колесах Шок Сенсор Какие-то Тонировка Не знаю Что это Коврики И какая-то Защита Промежуточный Этап Тебе Рома Она не заводится Связи Нету Ничего Нету Вроде Как Проводка Нормальная Пол очень Сильно Мокрый Видишь Пресная Вода Вот Пол Ну как Это Ковролин Там Еще Цеплитель Цеплитель Сейчас Надо Снимать У него Другие Крепежи В отличие От Пола Нужно Снимать Гораздо Больше Нежели Чем Чтобы Скинуть Ковролин Тут Паучок Заполз Типа К деньгам Но он Спрятался Туда Не могу Его теперь Заснять То есть Машины Аврал Кипиш А то Вообще Никого Нету Сушим Королу Разбираем Сушим Пол Коврики Сидушки Все дела Ковролин Сиденье Раз Сиденье Два Пластик Который Снят Снятый Пластик Фильтр Сухой Все Огонь Все Сухо Везде Сухенько Вот только Полики Полик Мокрый Просушиваем Очень быстро Сохнет Кстати Вот в таком Виде Разобранном Сравниваю Мотор С Prius Партийные Номера Разные Стрель Стрель Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такой беспорядок творческий Сейчас она немножко просохнет Я перед тем, как буду ходить, закину все в машину Коврики подсохли Ой, порвалась Сейчас я тейпом затейплю У меня багажнике тейп есть Подписывайтесь на канал Да, много прикольных видеороликов Увидимся на канале Про колокольчик давай Колокольчик жмите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...